Здарова, народ! Добро пожаловать на канал Миклуха МакФлайз. За моей спиной автомобиль ЗИС 5В, военная версия ЗИСа. Чем она отличается от обычной, сегодня обязательно вам расскажу. Ну и это, кстати говоря, не оригинал, это реплика, сделанная пару лет назад здесь, в Ливнах, в клубе исторической реконструкции. В общем, буду рассказывать, погнали! Завелась! Вот так, друзья, заводится машинка. Ее специально для нас выгоняют. Машина на ходу, машина ездит по парадам. Машина кинула, снимается. Если были на Поклонной горе и видели там информационные фильмы, вот это она, собственно, там снималась. Чудная она. Так, дайте я с вами прокачусь, можно? Да. А ручки такие прям родные, они как-то ржавище. Это родные. Это все родное? Да. Места тут прям совсем нет. Ну и тут вообще, да. И тепло-тепло. А тут ничего не отопить или нет ничего, да? Ну, пристраивали, нет. А стекла были? На этих, на пятых еще есть, а вот на этих. А это шестой? 5В. 5В. Это что значит? Военные. А, военные. Военные и облегченные. То есть на них ни стекол, ничего нет? Одна фара? Нет, стекла есть, но без этих, без всех. Просто стекла вставляются, не поднимаются ничего, да? Нет, нет. Тут холодно. От чего прибор у вас? 51. 51. И движок от 51. Да. Все понятно. Откуда вы ее взяли? Смоленская. Ну, мы сами захотели сделать. Ага. Последили, собрали все параметры, просмотрели машин. Подошла 51, ГАЗ-51. Вот. Прикинули, все подходит. Чертежи собрали в интернете. Вот. Посчитали, все подходит. Нормально. Поехали в Смоленск. Нашли, да, сначала нашли мы эти, капот. Ну, наружали. Ну, капот родной, да? Нет. Нет? Родной у меня там стоит. Ага. Облицовка там родная. Все. Ну, и все. Панель вот эта родная. Думаю. Ну, блин. Остальное, я говорю, мы сделаем. А, то есть, вот от родного? Это родное. Вот это было родное, да? Да. Видите, все, чертежи сняли, молоток в зубы. А, это ГАЗ-51. И вы просто вот рихтовали? Нет, нет. Это все новые. Брали кусок металла и делали. И молотком делали вот по форме. Да, да. Гнули, подгинали. Да, крылья. Все это мы уже самодельные. Просто чертежи брали с оригинала. Ага. Вот. И все мы подгоняли. Порошки, кабины. А в оригинале такие сейчас вообще остались машины? Нет. Ну, дерево. Дерево. Ну, как оно остается? Это реплика. Потому что копий, как правило, их уже мало-мало. Их и... Они только в музее стоят. Ага. И не найдешь. А реплика, что такое реплика? Это копия... В размер оригинала, по оригинальным чтежам. В размер оригинала. Но добавлено что-то из современного. Ну, то есть, здесь современная начинка, чтобы машина ездила, да? Чтобы все наружи соответствует оригиналу, все наружу. А внутрь мне современное. Иначе никак не получится. Иначе не сделаешь. Это реплика, да. Мы не, так сказать, претендуем, что мы там вот сделали. Так, а вот нам, кстати, принесли и оригинальные элементы. Которых мы сделали. Пойдемте смотреть. Вот такой вот, друзья, был оригинальный капот. И, соответственно... Оригинальное одно. Дело в том, что партность одна какая. Какая расстрелянная. А, она расстрелянная, да, вся? Это вот все. Вот это все. Это оригинал. Это технику. 41-го года. 41-го года. Все это пробито. Все это как... Ага. Живого места нет. Живого места нет. Фаркоп тоже вот можем показать. Это тоже оригинальный. Фаркоп тоже оригинальный. Да, вот он. Фаркоп оригинальный. А, тоже с пробитием. Весь он пробитый. Он, видать, лежал на боку. Его с самолета садили. Вот. И все пробито. Ну да. Угу. А это все дерево? Все получается новое? Дерево это новое. Вот. Тоже оригинал. Ага. Оттуда же. С какой машины? Может с этой, может с другой. Вот. Понятно. Там тоже есть. Дизель. 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 Оригинальный. Да. Здесь тоже вот под фары. А, ну вот эти замки и вот эти. Эти тоже оригинальные вещи. Их видно сразу. Они ржавые. Да, да. Ржавые. Вот эти все тоже родные. Вот. Ага. Все это. Все это видит. Крузов делался по чуть-чуть. Я не могу. Чуть-чуть. Вот. 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 tur rant. Сейчас то. Друзья, ну надо понимать. Что внутри то не совсем здесь. Робовь. Да. В принципе тоже шестерочка. Здесь шесть. Это газон, да? Это ГАЗ-51. 51 внутри а снаружи здесь 5 в чем собственно особенность данной машины чем она отличается от обычного довоенного зиса до военной зис у него была железная стальная кабина и он весь такой был округлый красивый на сорок втором году решили экономить металл потому что война и собственно разработали вот такой облегченную военную версию зис 5 с индексом в военный он отличается вот такими прямыми панелями кузова их штамповать гораздо проще уходит меньше металла ну и деревянная кабина из лиственницы и и делали в военное время вот естественно до наших дней ничего не осталось по статистике как сказали ребята вот такие машины во время войны их жизнь была девять минут вот они приходили завода и дальше в бою девять минут и все ну из-за внедрения именно такой конструкции которая в военная удалось сэкономить на каждой машине чуть более 130 килограмм металла в таком состоянии до конца войны автомобили выпускал интересный факт во время войны для экономии машина завода могла бы ходить с одним колесом главное чтобы ехала и доехала до линии фронта там уже на месте можно было снять с подбитой машины и или так или на одном колесе эти самые девять минут от воевать если видели хронику друзья и во время блокад ленинграда когда по дороге жизни такие машины ездили вот в этом углу шофер вешал котелок чтобы прибежал и не давал уснуть вот ребята реконструкторы тоже планируют повесить котелок чтобы совсем оригинально зарегистрировать этот автомобиль не получится даже если вы сейчас решите себе делать такой здесь у вас ничего не выйдет ввиду того что его можно использовать только в рамках реконструкции на парадах сниматься кино есть отдельное такое постановление и он может перемещаться по дорогам общего пользования только в колонии и сопровождении собственно автомобиля гаи так что ребята ездят на парады снимаются в кино участвуют в реконструкциях вот такой вот классная машина пишите в комментариях что в этом думаете микросом upline завелась подписывайтесь пока-пока а